Доброго времени суток. Благодарю вас за то, что зашли на мой канал. Стоюсь сейчас у Амурского залива. Здесь ветер. Сейчас минус 4 градуса мороза. Вот девушка заинтересовалась. Говорит, вы корреспондент или для себя снимаете? Передайте нам привет. Привет! Да, вот. С Дальнего Востока в Россию. Вот снимаю, чтобы все посмотрели, какая здесь у нас погода, природа. Говорит, вы корреспондент для себя снимаете? Что вы здесь делаете? Необъятные моря. Какие моря? Необъятные. А, необъятные, да. У нас необъятные моря. Необъятные морские просто. Да, да. Это точно. Здесь красивые, необъятные просторы. Так, и вот такая вот, видите, лужа тоже объятная. Я вам показываю, насколько здесь уже холодно. Вот оно все замерзло. Только сейчас я по ней потук-тук. Ничего себе, слушайте. Она не бьется. Трещины остаются, но, представляете, она уже не разбивается. Все, уже холодно. Не все понимают, что такое луки. Куда снимают? Смотрят, что дохожу. А куда снимают? Они же тоже гуляют здесь. С камерой. Сейчас покажу вам, как там все бурит. Холодно. Руки холодно. А у меня такие полуперчатки. Пальчики открыты. Сейчас надо нажимать. И друган. Пойдем посмотрим. Красота. Красота. Салатик, как тебе пишет. Пейзаж такой. Зайдер. Вот так вот сегодня. Немножечко помутнела вода. Тех, кто здесь гуляет, все меньше и меньше. Так как с каждым днем будет холоднее, передают погоду. Скоро уже будет снег. Так что, все вам покажу. Сейчас пока здесь так. Так. Просыпайтесь. Такая у вас красотка сегодня. Краснощекая уже. Только подошла уже. Немножечко подмерзла. Ну, потому что, все уже. Сегодня 21 ноября. Значит, скоро зима. Уже по календарю. Мы с вами гуляем у Амурского залива. Никого почти нет. Редкие прохожие. Женщина заинтересовалась, что я тоже покажу. Немножечко не видела. Что надо повернуть. Так вот. Там направление толь. Так вот, чтобы меня будет получше слышно. Вчера я здесь вам рассказывала, то, что со мной произошло. Что со мной произошло. Вакцинировалась. Можете посмотреть предыдущие видео. Но я там гуляла поближе к морю. И шумно было. Так что, для тех, кто не расслышал, я повторяю. Решилась. Вакцинировалась. Ходила. Там надо заполнить бланк. Паспорт. Снился. Где-то спрашивают и полис. Так что, вот это все подготовьте. Здесь у нас очередь с утра огромная. Все ринулись. Так как уже стало это необходимым и обязательным. На многих предприятиях, кто работает точно, не дистанционно, спрашивают эти QR-коды. И если его не будет, то штраф. Так что, кто дорожит своей работой, кому она нужна, очень необходимо на вакцинацию. Вот и по закону, здесь до 15 ноября надо было провести первую вакцину. И до 15 декабря второй уже укол себе пойти сделать. Ну, кто не успел, у тех еще есть время. Смотрите, краснею. Минус 4. Закаляться пришла. Так, укол. Такой безболезненный, но последствия у многих разные. У кого-то температура. Мне рассказывала одна из сотрудниц, что 38 была температура, несколько дней. Так что, говорит, идешь и возьми жаропонижающие. Эти таблетки. Пошла я их взяла. Название говорить не буду, чтобы рекламы не было. Но они мне не понадобились. Я и после работы очень устала. И как-то вот быстро отрубилась. Вот когда проснулась, смотрю, о господи, живая. Все нормально прошло. Ну вот, рука еще болит. Такое вот какое-то ощущение тяжести. Дискомфорт. И все. А так все нормально. Вот, человек, в 3 недели надо идти на вторую. Мужчина идет. Тут всякие густы. Лучше пойду. Да, к людям. Мало ли. Я же это нормальный человек. Там дальше, кстати, уже показывала, кто еще не видел, кто первый раз может зашел. Новая набережная. Здесь татарка в народе называется. Татарская. Там такая набережная. Снимала ее уже несколько раз. Можете посмотреть. Но нового там ничего не появилось. Так как уже холодно. Есть лежаки. Есть спортивные сооружения. Можно спортом заняться. И просто погулять, полюбоваться мостским заливом. Также сделать фото, видео. Вот тут это подойдет. Все. Наверное, туда идут. Встречаются здесь, в этом месте. Доброе утро. Я их не знаю, но уже как бы как и вас. Видно, вы тоже. Многих. Да. Что-то вы в очках. Вроде бы солнца нет. Ну, это там. Тут что-то как-то. Да. Хоть загорай, да? Если бы не было так холодно. Ну, сами видите на мои счетчики они краснеют, краснеют. Так. Почему-то там останусь, отвлеклись так с этой вакцинацией. Так, через три недели надо идти на новую. Вот буду вам свое состояние показывать, рассказывать, как я себя чувствую. Да, моя такого бальзаковского возраста, как вы видите. Выгляжу на свой возраст. Примерно можно угадать. Ну, как мы сейчас скрываем. 7-18. Ладно, все шучу. Так, и с этими сейчас правительство здесь такую новость тоже услышала по этим кодам. Хотят выдавать QR-коды. Представляете, по уровню вот этих антител, которые вот защищают от этого коронавируса. Там должен быть необходимый какой-то уровень этих антител. Интересно. В общем, это только в России об этом задумались, а в других странах такого нет. Чтобы дать вот этот QR-код, это вам необходимо просто сделать вакцинацию или должны быть медицинские противопоказания, если вам нельзя делать вакцинацию. Вот и уже на этом основании дают QR-код. Вот у нас такое вот придумали. Ну, посмотрим. И вот еще этот код будет через госуслуги только проверяться, так как если просто заходишь, какие там способы еще есть. В общем, через госуслуги, так как горники, как всегда, нашлись, которые делают подельные эти QR-коды. И чтобы этого избежать, вот хотят только, чтобы проверка была через эти госуслуги. Короче, туда его еще надо установить, этот ваш код, когда он появится. Целое дело. Пока многие ходят, покажут там бумажечку эту, как правильно называется. Там она у меня есть, я не прочитала название, все некогда. То снимаю, то работаю, то сплю. надо посмотреть, как это, паспорт, наверное, да, такой, так, пишите в комментариях, посмотрю, вам скажу. Здесь сумки лежат, доставать не хочу. Так что вот такие вот дела у нас здесь о погоде. Слышала, что будет ухудшение. Там у нас в районах во многих уже снег выпал, у нас еще не было несколько снежинок было, но они как-то быстро растаяли. Все. И пока в этом году еще снега не было вообще. Вот так подмерзаю, а сейчас болеть нельзя. Так что желаю вам решиться пойти, кто еще раздумывает. Это в общем-то дело каждого, но чтобы был коллективный иммунитет, надо 80% вакцинированных. А сейчас у нас вот на Дальнем Востоке здесь так или в России. Так, сейчас чтобы вам, как говорится, не перепутать в заблужении не вести или 60% на Дальнем Востоке у нас вакцинированных. Могу перепутать. Все. Слушайте, ну вообще красное, прекрасное. Хорошего настроения, хорошего дня. Сегодня выходной, я как всегда работаю. Так, сейчас отснялась. Теперь пойду на свою работу, где денежки платят. Вам всего самого хорошего, отдохнуть и набраться новых сил для недели рабочей. Всех благ. горячей. Продолжение следует... Продолжение следует...